Сегодня у нас приемка капремонта. Проверяем цифру. Так, вот это вот у меня. Пропало. Акт на более чем 2,5 миллиона рублей обнуляется ловким движением руки. Это документ о приемке работ по капитальному ремонту в одном из домов на улице Обручево, Московского района Черемушки. Вместо заболевшего муниципального депутата от «Единой России» в комиссию по приему ремонта позвали депутата Елену Селькову. В акте о выполненном ремонте лифта уже стояли печати и подписи сотрудника районной управы, коммунальных служб, жительницы дома, с которой Сельковой так и не удалось связаться. После проверки работы лифта депутат внимательнее изучила акт приемки. Эти цифры все убрала зажигалкой, взяла обычный шарик, и ту сумму, которая у них была, я ее просто прописала. Кто-то удивился, кто-то ахнул, кто-то сказал, ну это, наверное, ручка испорчена, чернила плохие. Нет, я просто это сделала, потому что коллега Таня Исковича-Щукина, тоже депутат, она нам уже такое в чате показывала видео, что мы подносим зажигалку. Я подумала, дай-ка я тоже попробую. Это не первый подобный случай, рассказывает Елена Селькова. Поэтому спонтанно пришла мысль перестраховаться. Ведь аналогичную магию чисел, по ее словам, в прошлом году обнаружили в районе Щукина, в доме на Волоколамском шоссе. Суммы по краткосрочному плану, по проектно-сметной документации, работ по договору и фактическая стоимость выполненных работ. Погрелись. И все суммы из акта с помощью волшебной зажигалки. Потрясающе. Взнос в фонд капитального ремонта включен в платежку по коммуналке, то есть на ремонт скидываются владельцы квартир. Сам документ по дому на улице Обручево, вспоминает Елена Селькова, еще и не был сшит, как должно быть по нормам, а скреплен степлером. Исчезнувшая сумма прописью была указана на соседнем листе. Елена Селькова написала заявление в прокуратуру. Хотя признается, что не особо верит в то, что делал дадут ход. Два года назад в своем районе она уже раскрывала завышение стоимости работ с электрикой на почти 3 миллиона рублей, вместо рекомендуемых 350 тысяч. К такому выводу после жалобы депутата пришли собственные эксперты фонда капремонта. Уголовного дела нет до сих пор. То есть они заменили лампочки на 350 тысяч, а списали на нолик больше. К вопросу о том, как меняются цифры. 13 июля с Еленой Сельковой связались полицейские из отдела по борьбе с экономическими преступлениями и пригласили рассказать о случившемся. В пресс-службе фонда капитального ремонта столицы на запрос пока не ответили. Иван Воронин, Антон Олейников. Радио Свобода. Москва.